Всем привет! У нас торческий беспорядок. Ну и стена гордости наша. Денежки. Так, у нас сегодня пятница, все уже свалили, так как жара, все хотят купаться. И меня тут попросили сделать обзорчик на нашу сумку. И как раз ее можно разобрать. Ну что ж, сейчас, наверное, так и сделаем. Так, начинается. У нас что здесь? Пару зарядников. Девольтовских. Рашклик. Самая бесполезная вещь. В общем, металл он не стачивает. Иногда надо какую-нибудь ответку стачить. Нифига, не стачивает, короче. Вообще ее нафиг не надо. Так, ну ветошь, понятно. Так, здесь у нас были когда-то волшебные рихтовки. Но они у нас закончились внезапно. Обычные рихтовки. А, во, одна осталась. Одна половинка осталась рихтовки. Ну что ж, если нам не пришлют новые, придется поставить опять работать. Так, сразу же крышка-съемник. Тоже смысл с собой таскать его нету. Так что я тоже, наверное, в офисе оставлю его. Уваляется, когда надо будет. Вот так. У нас два пенала есть со всякими саморезиками. Все, короче, ну мусор, по сути, по сути, мусор. Тут вон и клепки, и эти, как вон, и фасадные саморезы есть. И для ручек, и фурнитурные, и какие-то еще тут доводчики. От доводчиков винты. И 35-е есть со сверлом. В общем, такая отборная солянка просто. Иногда тут надо какой-нибудь саморезу крутить. Так. У нас тут ступенчатое сверло. Головки наши на 8, на 10. Обязательно какие-то еще сверла. Ну, тоже такой всякий вот, требуха, короче. Иногда три будут сонар. Фурнитурные большие у нас там в другом чемодане. Так, это моя штука пневмоключ. У меня, кстати, таких пневмоключей. Пневмодомкратов. Вот один еще. Вот еще один. И тут у нас лежат наши запасики. Вот еще один, кстати, новый прям зарядник. В общем, чтобы у нас тут лежит резина кленовая. Ладно. Смотрим дальше. Ну, по сути, тоже бесполезные вещи. Не знаю. Таскаю я ее. Толку ей ничего не укусишь. Не знаю, для чего она нужна. Клещи, в общем. Кусачки, как они называются? Клещи, бокорезы. Ну, типа клещей. Ладно, это мы оставим. Так, два пенальчика, кстати. Узнал, что они друг на друге соединяются. Очень удобно. Вот в таком виде. Ну, битки. В основном остались тут ПЗ-ки. А ПЗ-ки они у нас мало где используются. Мы же не дерево делаем. Так, ну, присоска обычная. Тоже иногда надо что-то подтащить. Так, шуруповерт. Куда-то битка пропала. Кстати, наверное, битка где-то внизу лежит. Отдельный пенок со всевозможными сверлами. Маленькие сверла обычно ломаются. А здесь, ну, десятки какие-то, десятки, восьмерки, девятки, шестерки. В общем, тоже половина из них, скорее всего, тупые и не работают. Молоток. Молоток, кстати, вот этот в Костараме на борт покупали. Магнусен, Магнисон, как называется. Но держится очень долго. Уже, наверное, несколько лет он у меня держится. В принципе, нормальный молоточек. Так, это от алюминия у нас. Тут какая-то требуха. Мы что-то делали. Вот, кинули. Вот, чемодан убирается. Отдельно, специально. Так, киенка. Тоже такая подуставшая. Так, опять киенка. Еще одна уставшая киенка. Так, это что? И это киенка. Короче, три киенки. Зачем, непонятно. Опять же, ветошь. Какая-то рихтовка к ней прилипла. Вот. Самый главный инструмент – это ножницы по металлу. Ножницы, кто-то тоже спрашивал. Это Декстер, Декстер. Называется. Декстер. Это Лерой Мерлен. Кто в Центральной России живет, они знают эти магазины. Самые низкие цены. Ну, ручка ротовская есть. Пакет из Чижика. Откуда он здесь, непонятно. Шуруповерт еще один. Вот этот бесщеточный шуруповерт. Вот этот щеточный. А у нас еще есть такой, только у него ручка желтая, не прорезиненная. Вот он намного хуже. Вот этот лучше. У того, по-моему, черные... А, у него полностью желтые аккумуляторы. Они вообще фуфлянские. Вот аккумуляторы должны быть такие черно-желтые. Они нормально держат. Еще аккумуляторы. Это смазки мы тут используем обычные. Вот еще один из самых незаменимых инструментов – это клещи. Вот называется, как они. Это вот то же самое, что и молоток. Я говорил. Магнус, он сын Магнуса. Ну, канцелярский нож. Что-то там подрезать. Так. Опять же, мы тут работали недавно. Вот за неделю накопили материалы. Сломанные ручки снятые. Мы их обычно не выкидываем, просто складываем. У нас, опять же, тут есть где-то коробка. Ну, вот мы все доскидываем. Бывает то, что надо отремонтировать временно. Временно надо отремонтировать. Вот эти поводки. Поводки же в основном ломаются. Тоже туда можно кинуть. В эту коробочку. Так, идем дальше. Кисточка, щетка тоже. Вещи незаменимые, как выяснилось. Вот, подходим с такими. Счищаем. Грязь, пыль. Два ножа. Какой первый найдется? Ну, это для демонтажа штапиков. Вот этот нож более удобный. Вот этот нож, он маленько искривился. Он менее удобный. Так как он более плоский. Короче, кто ножами штапики снимает, те поймут то, что прикол в ширине лезвия удобнее. Удобнее снимать откладку. Ну, лопатка. Периодически они у нас меняются. То с деревянной ручкой. Сейчас вот почему-то такие пошли. В принципе, не принципиально какая лопатка. У некоторых вот здесь вот быстро очень отламывается краешек. Они становятся тупыми. Уже неудобно пользоваться. Надо, чтобы краешек острый был. Вот эти бесполезные пассатижи. Их тут я набор купил. Короче, ну просто мусор. Вот. Три штуки. Четыре штуки. Ну, кусачки еще более-менее. Там что-то откусить. Там тоже самое резинку. Иногда ножницы где-нибудь там на дне валяются. А вот такими откусить более удобно. Естественно, стамески. Стамески тоже самое из важнейших в инструментах. Ну, тоже периодически они у нас ломаются. Выкидываем их. Ну, вот почему-то у меня тут пока только одну стамеску ношу. Отвертка обязательно должна быть для алюминия. Потому что затягивать, откручивать закладные винты. Они обычно делают из мягкого металла. Лучше, конечно, рукой. А не шуруповертом шурупрят. Потому что он слижет все шлицы. И потом придется там спиливать или высверливать. Такая вот отверточка. Плоская отвертка. В принципе, мы особо ничего не крутим. Ну, аналог тонкой стамески. Тоже используем. Что-то подстучать, где-то поднадавить. Что-нибудь отжать. Тоже иногда нужно... Так, это у нас идет в комплект. Корректорка. Опять ветошь. Так. Еще одни клещи. Ну, так как у нас несколько комплектов инструментов. И когда работаем вместе, допустим, с мишками работаем. У нас спутываются. Отсюда, наверное, и три киянки из этой же серии. То, что спутались они у нас. Еще одна стамеска тонкая. Вот. Так. Это какие-то запчасти от приемника от Стублины. О, еще одна ручка. Ну, вот о чем я говорю, мастер. Где-то мы меняли. Ставили однополотковую, двухполотковую. Что-то там с приемниками надо было. Даже в эту же коробку нашу закидываем. Пусть лежит. Дальше. Пошире стамеска. Иногда надо будет где-то сдолбить тот же самый пластик в ножницах. Перчатки. Смазка для буров. Почему для буров? Потому что литол с лидолом обычно мы используем. Но у них вот такая как бы дырка. И мазать неудобно. А у этих есть кончики тоненькие. Еще одна отвертка крестовая. Набор биток. В основном тут мы используем шестигранники. Вот эти звездочки. Ну, петли крутить. Петли на геля. И какую-нибудь фурнитуру нестандартную. У которых не четверка идет, а звездочка на 25. Вот. Типа ГУ, по-моему, такая есть. Еще один набор. Больше, чем больше наборов. Чем больше наборов вот с этой штукой. Видите, обламываются звездочки иногда. Тем тебе будет жить спокойнее. Тоже пойдет. О, битка нашлась, кстати. Девольтовская. Так. Ну что, ножницы. Ту же самую бутилку режем. Ну, такие тоже, как бы, не особо они нужны. Но таскаем, тем не менее. Что такое у меня пищит? Нет, все нормально. Никто мне не стучит по машине. Идем дальше. О. А я его ищу. Уже нет. Ключ. Ключ. Вещь важная. Шестигранник отдельный. Ладно, до шестигранника дойдем еще. Зигеневская срывная ручка. Маленькая тоже покоцанная. Ну, работаем с ней. Так. Рулетка, опять же, из Лерой Мерлен. Ну, такая более-менее нормальная. Еще одна рулетка из Лерой Мерлен. Еще одна рулетка. Это какая-то типа Стайер, Матрикс. Фиг знает. Так. Еще одна срывная ручка. Это, насколько я помню, Мака. Маку, да. Ну, прештанные ручки. Не знаю, у других фурнитур есть срывные. У есть всяких Ворн и прочий. И прочий Вингхаус. Так. Тут какие-то насадки на жидкий пластик. Ладно, пускай будут. Набор шестигранников. Заметьте, нет тройки. Шестигранника. А, нет, тройка есть. Два с половиной нет. Здесь нет. Два с половиной. Пятерка зато нашлась. Так как снимаю на телефон, звонки мне не надо поступать. Опять же, не хватает. Шестигранников. По какой-то причине. Короче, они либо теряются, либо падают вниз. Ну, самое последнее. То, что у нас есть. Он, комплект целый. В принципе, они там 200-300 рублей тоже вещь нужная. Но, опять же, не все. Вот этот ненужный. Вот этот ненужный. Вот этот нужный. Пятерка нужна. Четверка. Ну, и мелкий. Но не все тоже. Опять же, два и полтора нафиг не нужны. Откладываем. Т-сторонная отвертка. Но она сломанная. Нафига ее таскать? Ее надо выкинуть в усадку. Ну, это тоже, опять же. Короче, тоже бесполезная вещь. И неудобная. Пользоваться неудобно. Мы ее удаляем из нашего набора. У меня не нужна. Одинокое сверло. Оно новое. Надо переложить к этим сверлам. О, еще один. Вот, короче, какой я набор купил. Бесполезных штучек. Звездочка отдельно валяется. Сейчас мы ее подберем куда-нибудь. Так, еще одни клещи. Третьи. Ну, вот этими я вообще никогда не пользовался. Тоже надо убрать отсюда. Какие-то битки. Какие-то битки. Какая-то клепка. Ну, короче, там на дне уже мусор. О, анкерная отвертка. Анкерами мы пользуемся сейчас редко, но для этой отвертки, наверное, лет уже 15. Ключ от болгарки. Почему-то валяется на дне. Где болгарка? Вопрос. Промужные ножницы. Зачем мы их носим? Дедушкины пассатижи. А где у нас пассатижи-то вообще? Пассатижи нужны, по сути. Ну, они без изоляции. В розетку с ними лучше не лазить. Беспонтовая отвертка. Маленькая отвертка для электриков. Тоже непонятно, зачем нужны. Какие-то запчасти. От Варне. От какой-то старинной Варне запчасти. Так. Шпилька. Ну, это понятно. Петли, когда меняем. Вот ключ такой. Непонятно, зачем нужен. Сейчас еще по карманушкам посмотрим. Так. У нас нашлась четверка. Аккумулятор. Заряженный, кстати. Кляммер. Половинка кляммера. Откуда он у нас. Приподниматель поворотный. Ну, все. Тут мусор остался. Еще одно сырло. Тоже выбираем. Тоже выбираем его в комплект. Так. Это лезвие. Смотрим по кармашкам. Так. О. Штеганик обломился. Два с половиной. Ладно. Ломанный. Но еще не мертвый. Пусть лежит. Такс. Так. Орехтовки здесь не нужны. Литки не нужны. Этот ножик что-то мы чистили. Пришлось купить зубровский. Так. Все. Это можно выкидывать. Сейчас смотрим, что у нас в боковых кармашках. Это доводчик регулировать. Сами понимаете, маленькая отлетка нужна. Это значит ножик просто. Какие-то саморезики. И там тоже. Кондуктор для сверления Европаза. Так. Космофен. Уголки для москиток. И штука, чтобы выдавливать жидкий пластик. Так. Здесь что? О. Еще одна рулетка. Так. Здесь нет ничего. Здесь нет ничего. Карандаш. Какой-то опять же нагель. О. Вот эта штука у нас иногда пользуемся, когда надо что-то открутить, но нет доступа. Как она называется? Ну, типа редуктора тоже какого-то. Так. Тут пусто. И в большом кармашке. Что у всех монтажников должно быть? Рихтовки. Вкладыши. Пальцевые. И рихтовки. Вот такой обзор у меня на инструмент получился. Чего не хватает. Что лишнее. Давайте делимся. А на этом видео подойдет к концу. Пальцевые. Пальцевые. Пальцевые.